МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 13 июля. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. В Караганде готовы вырубить часть березовой рощи, чтобы проложить автомобильную дорогу. Общественность выступила против уничтожения леса. 52 молодых человека из Астаны и Карагандинской области, прошедшие 40-дневную военную подготовку, приняли военную присягу. Церемония прошла на аллее, названной в честь Героя Советского Союза Мартбека Мамраева. Лучшие военные разведчики тренируются в Караганде. На базе учебного центра «Спаск» проходит подготовка сборной команды военнослужащих для участия в международном соревновании «Отличник войсковой разведки». И теперь подробнее об этих и других событиях. В Караганде готовы вырубить часть березовой рощи, чтобы проложить автомобильную дорогу. Общественность выступила против уничтожения леса. Представители компании «Казавтожол» организовали встречу с экологами и журналистами, чтобы прояснить ситуацию. В последние дни на просторах социальных сетей не утихают споры вокруг строительства автомобильной дороги в рамках реконструкции коридора «Центр-Юг». Общественность возмутила то, что новая дорога станет причиной вырубки березовой рощи на въезде при Шахтинск. Ранее правительство вынесло постановление о переводе участков из земель лесного фонда в категорию земель промышленности. Теперь общественность серьезно обеспокоена будущим зеленых насаждений. Представители компании «Казавтожол» негодование граждан не разделяют. По их словам, вырубке подлежит лишь малая часть, а именно 2 гектара. Это будет составлять 38 кубов только берез, чтобы вы понимали. Это 5 метров на 8 метров, грубо говоря, и метр высотой. Это порядка 130 деревьев или 140 деревьев всего. Экологи заявляют, что строительство дороги нельзя начинать без соответствующих документов. Конкретные претензии они высказали по поводу проекта оценки воздействия на окружающую среду. По словам представительницы экологического музея Айгуль Маликовой, в уже утвержденном проекте имеются недоработки. Не было представлено проекта ОООС. ОООС – это оценка воздействия на окружающую среду, в рамках которого оценивается воздействие, в том числе и на растительность, и на природный ландшафт в целом. Мы это замечание высказали на общественных окружениях 2016 года. Однако в протокол слушаний они не были включены. То есть, что мы были и участвовали, это никак не отразилось. Еще одним поводом для недовольства общественности послужил тот факт, что общественные слушания не проводились должным образом. Большая часть населения не была проинформирована. А замечания той малой части, что все же присутствовала, не были внесены в протоколы. Казавтажол не говорит и о том, рассматривались ли альтернативные варианты строительства, позволяющие обойти лесной массив. Вот вы говорите, разные варианты. Ну, кажется, вариантов обхода вообще не было. Решили вот идти прямо, как проще, так и сделали. Нет, вы вот так вот утверждаете, что мы прям проще, если беда у нас в Карганде, в общем, мы там все это самое вырубаем. Это же не так на самом деле. 38 кубов. Представители Казавтажол заявили, что вместо 38 кубов леса, которые подлежат вырубке, они посадят 4000 новых деревьев, а 1400 пересадят. Сумма компенсации составит 6,3 миллиона тенге. В целом, на посадку новых деревьев дорожники выделят более 23 миллионов тенге. По плану, вырубка леса должна начаться через месяц. За отведенное время компании Казавтажол необходимо привести в порядок все документы, включая проект оценки воздействия на окружающую среду. Торжа Анлянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 12 июля в Карагандинской области зарегистрировано еще два случая падения детей из окон многоэтажных домов. В Приозерске, оставшись без присмотра взрослых, упала с балкона четвертого этажа и госпитализирована в больницу трехлетняя девочка. Еще один несчастный случай произошел в Садпаеве. Выпал из окна первого этажа и госпитализирован годовалый ребенок. Спасатели в очередной раз призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. Депутат ПЧС рекомендует устанавливать на окнах специальные фиксаторы, не позволяющие створке открываться чем на более нескольких сантиметров. Также рекомендуется не устанавливать в возе окон различную мебель, не ставить детей на подоконники. 52 молодых человека из Астаны и Карагандинской области, прошедшие 40-дневную военную подготовку, приняли воинскую присягу. Церемония проходила на аллее, названной в честь Героя Советского Союза Мартбека Мамраева. Торжественное мероприятие посетила его дочь. Имя нашего земляка Мартбека Мамраева, который доблестно сражался на фронте в 40-е годы, увековечно на аллее, названной в его честь. Она находится в микрорайоне, который также носит имя Героя Советского Союза. Сегодня здесь состоялось важное для молодых людей событие. Пройдя 40-дневную подготовку в военно-технической школе имени Мартбека Мамраева, они поклялись защищать Родину. За эти 40 дней мы старались освоить практику и теорию. У нас были занятия на Спасском полигоне. Конечно, 40 дней недостаточно, чтобы постигнуть азы военного дела. Но мы готовы служить, если нас призовут. Важное для новоиспеченных солдат событие посетила дочь Мартбека Мамраева. Она выразила благодарность за то, что память о ее отце-герое все еще живет в сердцах его земляков. Также женщину радует, что аллея, которая носит имя Мартбека Мамраева уже 11 лет, получает должный уход. Это очень хороший почин, что они не забрасывают эту аллею, приходят и все время ухаживают за нее. Всего в этот день присягу приняли 52 молодых человека из Карагандинской области и Астаны. Теперь у молодых людей есть два выбора. Они могут поступить в военно-техническую школу или же должны будут отслужить в армии Республики Казахстан. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде стартовал традиционный шестой турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов и других силовых структур Карагандинской области. Он посвящен памяти генерал-майора полиции Нурлана Рахимберлина. Традиционно все силовые структуры области откликаются на предложение об участии в турнире. Ведь Нурлан Армиевич Рахимберлин был настоящим силовиком, как в профессиональном отношении, так и по силе воли и духа. С каждым годом правительственных участников этого турнира России, ему есть свое, наверное, внимание вступное к этому турниру, для того, чтобы в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем. Сегодняшним стражам порядка требуются не только специальные знания, но и серьезная физическая и психологическая подготовка. Поэтому так важны подобные соревнования. Они воспитывают дух коллективизма, а неформальное общение и проведение активного досуга укрепляет профессиональные навыки. И еще, как отметил брат Нурлана Рахимберлина, воспитывают у молодых силовиков уважение к людям, которые все силы отдали служение Родине. Мы очень благодарны от лица семьи, от общественности. Мы желаем, чтобы этот турнир был всегда такой полноценный, насыщенный и проводился всегда, ну, по возможности, конечно. Проводился всегда, чтобы ребята показали мастерство в футбол, в преддверии чемпионата мира, финала, чтобы все участники удовольствия получили. С первых минут турнира баталии развернулись нешуточные. Азарт подогревался еще и тем, что шестой турнир проходит в год чемпионата мира по футболу. Надо сказать, что сотрудники подразделения ДВД Карагандинской области всегда принимают участие во всех городских и областных соревнованиях. Да и сами организуют спортивные игры среди подростков. Я думаю, этот турнир ежегодно проходит. Проходит очень на высоком уровне. Они всегда рады участвовать. Если можно было бы, турнир можно даже, мне кажется, соответствует уровню республиканского. Поэтому я думаю, в этом турнире победить сильнейший. Все победители будут отмечены памятными подарками и призами. Ценные подарки получат и те, кого судьи признают победителями в различных номинациях. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На базе войсковой части 36-352 учебного центра «Спаск» полным ходом идет подготовка сборной команды военнослужащих для участия в международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки». Соревнование, запланированное в рамках международных армейских игр, пройдет в Новосибирске. Военнослужащие сборной команды разведывательных подразделений в полной боевой экипировке совершенствуют свои навыки по преодолению полосы разведчика. Она включает в себя сложные препятствия – вертикальную стену, ров с водой, проволочные заграждения, участок канализации. Разведчикам также необходимо провести эвакуацию раненого, осуществить подрыв железной дороги, оборвать линии связи условного противника и многое другое. Но тропа разведчика – это лишь один из этапов конкурса. Участникам придется десантироваться из вертолета, демонстрировать огневую подготовку, проходить минное поле. Судьями накрыты именно минно-взрывные заграждения, накрыты с такой сложностью, что там имеется 9 нажимных и 3 растяжек. Пятый этап – это выход в район сбора после выполнения задачи. Первый подэтап – это преодоление водной преграды в составе разведывательной группы, после чего совершение марш-броска от 3 до 5 километров и вождение на плаву. Своё мастерство также оттачивают механики-водители боевых машин пехоты. На специальном танкодроме имеются все необходимые элементы для полноценной тренировки и установления новых скоростных рекордов. Механик-водитель, сержант Самат Садвокасов будет во второй раз принимать участие в конкурсе разведчиков. В нынешнем году он твердо намерен улучшить свой результат. В прошлом году показал неплохой результат. В этом году стараемся улучшить. Зачетное упражнение выполняется в сложных условиях протяженностью 7-7,5 километров. На маршруте установлено 15 препятствий. В состав команды вошли лучшие разведчики сухопутных войск, которые прошли жесткий отбор. Сборная состоит из военнослужащих региональных командований ЮГ и Астана, а также курсантов военного института сухопутных войск. Среди них курсант третьего курса Тимирлан Тулигенов. Сам горжусь, что участвую в Армейской игре 2018 по конкурсу отличной войсковой разведки. Это, во-первых, для меня гордость выступать в таких масштабных соревнованиях и защитить честь Казахстана. Стремление, как говорится, не смотреть на вторые и третьи места, а только брать первое место и поднимать наш флаг Казахстана все выше и выше. Армейские международные игры пройдут с 28 июля в семи странах – Китае, России, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Армении и Иране. В рамках игр будет проведено 28 конкурсов. В Минобороне Казахстана отмечают, что Армейские международные игры стали важной платформой для обмена передовым опытом между вооруженными силами стран-участниц, а также для укрепления межармейского взаимодействия, взаимодоверия и дружбы. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сараарка» готовится к новому сезону. Сегодня в Караганду после отпуска прибыли все игроки. Состоялось первое общее собрание, на котором поставлены задачи на сезон. С 10 июля хоккейные клубы «Сараарка» и «Тимиртау» официально начали новый сезон. 12 июля у команд начались учебно-тренировочные сборы. На данный момент все игроки, подписавшие контракты с клубами «Тимиртау» и «Сараарка», а также игроки, прибывшие на просмотр, находятся в стане команд. Подготовка к новому сезону началась по плану. Особое внимание на собрание уделили мотивации. К предстоящим ледовым баталиям готовится и фармклуб «Сараарки» команда «Тимиртау». Не могу сказать, что у нас очень много новичков. Новички они будут непосредственно в этом сезоне. Ребята уже познакомились. Поэтому у нас 3-4 человека, с кем многие еще не знакомы. Задачи у нас на новый сезон стоят очень высокие. Президент клуба «Максималист». Поэтому думаю, что всем все прекрасно понятно. В очередной раз мы должны показать хороший искрометный хоккей. И максимальная задача – это первое место. Напомним, что по итогам прошлого сезона хоккейный клуб «Сараарка» в регулярном чемпионате занял четвертое место. Однако вылетел из плей-офф на стадии 1-8 финала, проиграв новокузнецкому «Металлургу». Хоккейный клуб «Тимиртау» по итогам регулярного чемпионата Казахстана занял пятое место. А по результатам игр плей-офф стал бронзовым призером. С 20 июля по 13 августа хоккейный клуб «Тимиртау» проведет серию товарищеских матчей. А с 18 августа команда примет участие в Кубке Казахстана. Игры пройдут в Караганде и Астане. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин